Dendy Forever, канал крупнейшего сообщества ВКонтакте, посвященного ретро-играм. Если вам надоели бесконечные одинаковые обзоры, наполненные цитатами из Википедии, всеми известными фактами и ностальгическими соплями о счастливом геймерском детстве, вам сюда, здесь всё по-другому. Экскурсы в историю игровых серий, археологические раскопки на могилах не вышедших игр, рейтинги, составленные лучшими игроками, которые честно проходят даже самые сложные игры. И даже о самых известных играх здесь расскажут что-то такое, о чём вы наверняка не знали. Подписывайтесь, смотрите и открывайте для себя новые о старых играх. Ссылка будет в описании. Последние несколько недель на канале выдались достаточно богатыми на игры Sega. В честь юбилея консоли мы вспоминали японские эксклюзивы, говорили об аркадных играх, которым не удалось добраться до консолей, и уже сегодня мы снова взялись за тему ранних игр. Это одна из любимых рубрик большинства моих подписчиков, потому затягивать с этой темой я никак не могу. Прошлая подборка была интересна играми о Майкл Джексоне, Микки Маусом. Что же сегодня нас ждёт увлекательного? Узнайте прямо сейчас. Если хотите поддержать канал и порадовать меня, то поставьте лайк и подпишитесь, если ещё этого не сделали. Заранее спасибо. Раньше я не любил говорить о скроллшутерах. Вот серьёзно, мне казалось, что они все одинаковые и подчас даже тяжело представить, как о такой игре рассказывать интересно и познавательно. К слову, рассказывать увлекательно я так и не научился, но решил, что Эру Флэш добавить в подборку всё-таки нужно. Невзирая на то, что это очередной шмап, у него, как и у других игр такого жанра, есть своя задумка, которая используется на протяжении всех уровней. Главный герой обладает уникальными спецатаками, один из которых – это энерговолна, в которой он стремительно, как световая стрела, поражает даже самых сильных противников. Действенный приём в самых напряжённых ситуациях. По ходу дела улучшаем своё оружие и собираем спутники, что служат в качестве помощников, защищает тыл от вражеского огня, да и просто прибавляет напористость атаки. Как и положено хорошему шмапу, постоянно приходится уворачиваться от града пуль, которыми щедро разбрасываются многочисленные противники, а они ещё имеют разную степень мощности и брони, даже со средними роботами иногда приходится непросто. Хотя это и ранний тайтл, выглядит он превосходно. Те уровни, что не в космосе, исполнены умело. Красочные бэкграунды, разнообразие мелких деталей на экране, качественно проработанная вражеская техника, включая главного героя с трансформацией из обычного солдата в боевой самолёт. С качеством визуальных прелестей тут проблем нет. Кто не играл – поиграйте, а поклонникам жанра пропускать никак не рекомендуется. Я ранее никогда не видел эту игру. Странно, что не попадалась, может и правда редкая. Если у вас была в детстве такая, то напишите об этом в комментариях. А я хоть и не совсем в восторге от неё, но всё же показалась мне она любопытной находкой. Играем из-за странного воина, который за словом в карман не полезет и раздаёт всем ходукины. Я серьёзно, присмотритесь к этой атаке. На этой способности герои завязана вся игра. По ходу прохождения уровней находим бонусы, дающие нашему герою новые способности. К примеру, атака огнём, которые можно поражать во всех направлениях. За игру таковых будет немало, и что радует, и эти способности остаются навсегда. Невольно приходится учиться с умом пользоваться этими спецударами в уместной для этого ситуации. А уровни разнообразные. Сначала бегаем по мрачным лесам, тоже непонятно в какой деревушке, а далее сплошная японская наркомания, что и словами так просто не передать. Кто бы что ни говорил, а своим шармом и стилем игра обладает. Получается этакий экшн-платформер с приличной сложностью, где главный герой умело пользуется силами и лазит по уровням. Благодаря широкому выбору спецударов и свободе их использования, каждый игрок может выбрать собственные стратегии прохождения. Главная фантазия и ловкость пальцев. Это то, что явно пригодится, если сайт играет в Mystic Defender. Пожалуй, забытая ранняя игра на Sega Mega Drive, о которой мало где говорят. Помните такую игру с погонями на дорогах через HQ? А теперь на минутку представьте, что будет, если вместо машин нести в геймплей катера и добавить оружие? Получится B-mini Run. Конечно, я немного слукавил. На самом деле, это вовсе не клон через HQ, а вполне себе самостоятельная игра, просто внешне слегка напоминает ту аркадную серию. В детстве B-mini Run очень нравилась, хотя и казалась безумно сложной. И до сих пор считаешь, что простой ее никак не назовешь. Местами жутко раздражает, хотя и хочется пройти до конца. Тут даже сюжет присутствует. Два напарника отправляются выручать сестру, чью только конкретно не до конца ясно. Ну и заодно весь мир спасать будем от злодея доктора. Чтобы помешать нам, этот негодяй понаставил кучу своих приспешников. Одни так же, как и мы на катерах, другие же на вертолетах. И от всех нужно отбиваться. Игровой процесс состоит в том, чтобы уничтожать всех неприятеля. Заодно и ловко уклоняться от их огня. Ведь наша моторная лодка развалится лишь от одного попадания. Да, это действительно проблема. Терять жизни тут будете чаще, чем хотелось бы. Местности достаточно широкие. И казалось бы, мы вольны плыть куда хотим. Но есть четкие задания, которые мы периодически получаем. В основном они состоят из простых целей. Уничтожь то, уничтожь это. Если ни разу не играли, то стоит попробовать. Но приготовьтесь к не самому лучшему балансу сложности. Из-за этого проявляется другой недостаток игры. Это однообразие. Кроме как пострелять и поплавать в открытом море. Виды которого не блещут деталями. В ней больше ничего не получится. Но может кого-то и затянет. Видите эту игру? Похоже на Final Mission. Не правда ли? Нет, это Final Mission похоже на Forgotten Worlds. Вот так бывает. Capcom снова впереди планеты всей. Но не будем о грустном. Давайте лучше рассмотрим игрушку поближе. В отличие от других скроллшутеров, где действия разворачиваются в космосе. И мы управляем каким-нибудь мощным кораблем. Здесь все гораздо прозаичнее. Тут просто летает мужик. Мужик летает. Не спрашивайте меня, как он летает. Никто не знает. Но уникальная сторона геймплея состоит в том, что наш персонаж умеет вращаться на все 360 градусов, дабы защищать себя от натиска врагов, стремящихся окружить его. Управление поначалу кажется не очень удобным, словно задумывалось на два аркадных стика. Но со временем привыкаешь кнопками регулируя угол вращения пушки. Иногда встречаются магазинчики, где за накопленные очки покупаем себе улучшения для оружия, броню и жизни. Без этого тут никуда, так как сложность пришла прямиком с аркадой и щадить никто не будет. Чтобы пройти ее до конца, новичку придется убить несколько часов времени и немало нервных клеток. Стоит ли она того? Возможно. Занятный ранний тайтл для Sega Genesis, да и не только для консолей Sega. Capcom со своей аркадной машины успела портировать игру на большое количество систем. Так что особо уникальной для 16-битной консоли Fugaten Worlds назвать никак нельзя. Не так давно, вспоминая японские эксклюзивы на Megadrive, я рассказывал о Twinkle Tail. Elemental Master очень сильно похожа на нее и также еще ранний тайтл консоли. Сеттинг фэнтезийного мира и жанр схожи, только страсти разворачиваются здесь совсем не шуточные. Всего в игре 7 уровней и в первых 4 мы можем выбрать откуда начать свое приключение. Мы играем в роли доброго волшебника, который как с пулеметом метает заряды разных стихий. Естественно, добротные апгрейды на этапах мы будем собирать, чтобы улучшать свои характеристики. Понравился бонус, где появляется двойник с собственным оружием и неплохо так помогает продвигаться дальше, усиливая нашу огневую мощь. Прокрутка экрана здесь происходит автоматически, потому зазевать не дадут. Также обратите внимание на обилие врагов и ловушек. Приходится нелегко, чтобы умело обходить эти препятствия и увидеть наконец босса. А главари здесь на удивление простецкие. В то время, как на самих этапах адский, сложный, думаешь, когда же закончатся эти издевательства, при встрече с главарем совсем не боишься его, а сложности с тем, чтобы разобраться с ним вовсе нет, вопреки нашим опасениям и ожиданиям. Занятно, как создатели Thunder Force сделали свою экшен-адвенчуру. Конечно, старые корни дали о себе знать, и он превратился в настоящий шутер. Но и простой переделкой знаменитой серии это назвать ну никак нельзя. Хороший эксперимент, который по всем аспектам выполнен качественно. Традиционная пятерка игр на этом закончилась. Мне было приятно еще раз вспомнить Bimini Run из детства, а также познакомиться с мастером стихий, хотя мне еще и расти и расти до того, чтобы проходить ее без боли и с удовольствием. А вы поделитесь в комментариях, какие игры из этой подборки у вас были и что понравилось больше всего. Обсудим это вместе. Поддержите этот выпуск лайком, если соберем тысячу, то значит очередной выпуск из этой рубрики уже не за горами. И возможно он будет посвящен уже другой платформе. Заодно предлагайте собственные идеи по играм и консолям в рубрике ранних. Спасибо, что поддерживаете меня. Увидимся уже скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok